добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение торы недельная глава ТЦВ речь идет о нагруднике про священника на хашене сделай хашен выясняющий истину длиной в 5 шириной 5 это где-то 25 на сантиметров на 25 сантиметров на нем есть 12 камней 4 ряда по 3 камня драгоценных что значит выясняющий истину и написано вложи в хашен урим и тумим урим ве тумим так на иврите звучит ведра говорит что урим это вынести приговор а ведь тумим привести его в исполнение то есть раскрепить печатью приговор как это работает мы не видим что этим предметом пользовался маше потому что в любом случае когда всевышний какой-то приговор выносил народу маше так молился с такой силой что всевышний все ему прощал все прощал прощал народ в общем вмешательство урим готовим не требовалось но когда мы читаем главу пенхаз написано что маше должен передать власть егошева и написано что егошева будет спрашивать у элязара корина решение урим пред богом то есть если он будучи на должности царя царем захочет спросить вопрос глобальный касающий всего народа он его спрашивает у первого священника первосвященник он тоже не такой пророк как маше что он может разговаривать напрямую со всевышним и спрашивать вопрос он молится и всевышний через эти урим витумим дает ответ это какой-то компьютер как работает он молится всевышний начинает заставлять урим витумим они передают сигнал на эти драгоценные камни которые находятся на хошене первосвященника на них есть 22 буквы алфавита и вот светятся те буквы которые будут сложить слова и отвечать наши мудрецы основу приводят допустим это глобальный вопрос идти нам на войну одержим победу идти или не идти если есть такой вопрос то всевышний отвечает целом идти первосвященник складывать те буквы которые видят начинают светиться по очереди и получается ответ так это работает то есть если всевышний уже вынес приговор скрепил он витумим то все так это и будет но смотрим что было дальше когда вы себя плохо вели то всевышний сказал я с вами идти теперь не буду дальше вот мой ангел пойдет вместе с вами и вы обязаны его слушаться все что он скажет если будете выполнять четко все что он скажет то и он выполнит для вас все хорошее что вы заслужите если нет то не простит ваших ошибок он автомат сделал хорошо ответ хороший дело плохо ответ плохой и Маше понял говорит так как же так чем же мы будем тогда отличаться от других народов говоришь святой народ и все все получается все получается мы не сможем выполнять твои заповеди нас он просто убьет этот ангел мы просто попадаем в ловушку он так молился очень вымолил прощение всевышний сказал все я тебя просил просил народ я сам с вами пойду ты будешь у меня оттворен все некую ангел теперь ходить не будет все Маше выпросил хорошо теперь смотрим Маше нет книга Егошева мы уже перешли Ордан и Егошева видит человека с мечом в руке и он понял что это ангел и он говорит испугался ты с нами или против нас и ангел ему говорит что нужно делать Егошева не молится четко он соглашает совсем четко он не в состоянии выбросить прощение в общем вот он как он сказал приговор уже шансов его поменять нет Егошев совсем согласен он не был таким как Маше он не был настолько сильным как Маше и тогда все вышли что делает он пишет но и Пенхас он пишет что Егошева будет спрашивать решение у Рим пред Богом а Витумим Всевышний убрал то есть Всевышний выносит приговор даже если он тяжелый для нас но не скрепляет его печатью чтобы Егошева который находится уже на уровне ниже чем Маше мог все равно выбросить прощение потому что если бы ответил Витумим то все уже бы Егошева попал бы в Севышний в страшную ситуацию не мог бы упростить прощение и нам был бы конец а так Всевышний опускается до того уровня на который мы находимся и любой человек где бы он ни находился Всевышний к нему опустится к нему и поймет его если он только хочет что-то сделать хорошее раскаяться то услышит любой из наших раскаяний что бы мы ни отворили мы можем выпростить прощение если мы раскаемся вот так вот и ничто не устоит перед покаянием как говорят наши мудрецы а на сегодня наш урок заканчивается урок был дан за поднятие души Берта Батесриэль Самуил Бен Герш в памяти Ури Бен Харитон Павел Бен Ефим Мендри Бен Менри Яко Бен Ахум Владир Бен Григорий за здоровье Светлана Батклара Шимон Бен Исхах Борис Бен Мария Анна Батримка Парина Перв Батсония Сура Лена Батклара Жемет Ида Анна Бат Елена Ефим Бен Нестер Двор Ромат Мириам Моисей Бен Ева Ирина Батвора Йосимина Раиса Инесса Батмаэль Евгений Бен Берт Эльгей Бат Ида Фира Бат Анна Геннадий Бен Елена Ольга Бат Светлана Иосиф Дан Бен Сара Таня Бат Фрида Иба Бат Рива Вадим Бен Татьяна Юлия Бат Белла Яков Йосиф Бен Архель Шимон Бен Миро Фейка Бат Берта Ася Бат Года Морвен Нина Ира Бат Вера Леон Бен Клара Рафаэль Бен Клара Ханна Цепора Бат Сара Ида Бен Хая Авива Рим Бен Соня Бая Бат Фаина Алексей Бен Ольга Гая Бат Вадим Мазал Масал Масал Гулай Ирина Бат Ри Арон Ри Бен Ри Зароший Дух Арон Ри Бен Двора Дизь Бен Хумова Галь Бат Сара Ханна Бат Абрахам Рафаэль Ри Лей Бен Лариса Парасая Бьют Ларир Бен Рая Моща Бет Маня Марина Бат Рая Анна Бат Рицандра Борис Бен Марина Алексей Бен Наталья Всего хорошего Ряду Машенко Всем браха Параса Камана Мазал То Что Вы Это Время Не Грешили Учили Тору Всем желаю Крепчайшего Здоровья Пусть Закончится Страшная Война И до следующих встреч Надеюсь у нас состоится завтра в 15 часов Шалом